А у вас есть запретные темы? Ваши владельцы как-то определяют редакционную политику и могут как-то влиять на те темы, которые вы выбираете? Вообще, в большинстве своем нет. Когда мы как-то коммуницируем друг с другом, мы обычно обсуждаем какую-нибудь повестку. А вот что думаешь, что Навальный расследование сделал? Ну что, вообще как бы нормально или так? Ну и какие-то еще такие общие темы, но отнюдь не редакционные. И это было одно из моих условий, просто что как только начнут влиять на мою редакционную политику и вмешиваться в мои редакционные процессы, или попытаться что-то убрать из того, что мы написали, то как бы меня сразу же не будет в этом проекте. И я думаю, что это будет достаточно публичная история, потому что я отвечаю своей репутацией сейчас за то, что я делаю. И если я ухожу по причине того, что тут началась заказуха, то все должны тоже об этом знать. У нас есть три темы, которые мы не берем, одна из которых мне доставляет боль, но это... Дети Путина? Да. Есть три темы, которые и напишет не одно российское СМИ. Ну, или они пробовали писать, но потом это как-то все не очень счастливо заканчивалось. Это сделано в логике, если ты напишешь об этом, то сразу же получишь по башке. А зачем нам получить по башке сразу? Можно немножко еще что-то... Оттянуть момент получения по башке. Ну, это именно такие какие-то большие расследования, потому что у нас там есть клумнисты, которые высказывают свое мнение или еще что-то, которые упоминают политику Путина. То есть вы не будете браться за семью российского президента? Не будем. Пока не будем. И две другие темы? Еще одна, это ближайшее окружение, но тут я не понимаю, что такое ближайшее окружение. Вот, может быть, это имелось в виду семья, но это имеется в виду, видимо, кооператив Лозера или Собьет безопасности или что-то такое. Ну, в общем, вот этот вот круг ближайших друзей Путина. Но, хотя, не знаю, мы писали расследования по Роснефти по их самолетам. Мы писали разные-разные вообще вещи. Моя любимая категория, это как раз, я просто веду еще телеграм-канал и регулярно раз в месяц где-то я захожу, заглядываю, где Усманов на своей яхте плавает. Делаю скриншот и выкладываю, передает привет из Монако или еще откуда-нибудь. Ну, то есть про него мы тоже можем вполне говорить. Ну, то есть я не понимаю, чем ограничивается. Да, мне ни разу не говорили, что вот зря вы вот это сделали или вот это вот не надо было там. И третье, это моя личная боль, потому что, мне кажется, тут вообще просто никто ничего не делает, никто ничего не пишет. И мы тоже это не можем, хотя все как бы в руках наших могло бы быть. Это Российская Православная Церковь. Ну, Новая Газета же делает какие-то расследования. Недавно было расследование, посвященное главе юридической службы, РПЦ, Игумене, я уже сейчас, к сожалению, не помню. Но это единичный случай, потому что там можно заходить с любого края, просто в любом регионе, потому что периодически где-то творится такой мрак, как, например, Сергей Мпасадь. Это практически православная мекка, да, если можно так сказать. Там один из самых больших и серьезных и ценных монастырей. Это вообще город, который вот привязан к монастырю. Да. Когда там что-то кому-то не нравится, особенно если РПЦ нужно какое-то здание, его либо забирают силой, либо оно сгорает. Вот. И так постоянно. Но не местные СМИ, даже мы не можем об этом писать. Потому что если ты вдруг начнешь лезть в эти дела, это хуже, чем как в семье президента, честное слово. Тут вообще нет никакого контроля, нет никаких вообще границ того, что люди могут сделать потом. Поэтому да, поэтому как-то еще «Открытая Россия», по-моему, делала серию каких-то текстов еще. Но эта тема просто, ну, она находится под контролем, под вниманием журналистов, ну, двух-трех, может быть, человек. Все остальные просто не могут ничего с этим сделать, потому что они, потому что это вот нельзя. Продолжение следует...